Начались традиционные сходы граждан во всех сельских поселениях нашего района. В минувшую пятницу глава района Азаур Хамирсов провел сход граждан в Игнатьевском сельском поселении. На предприятии присутствовали зампрокурора района Мурат Хакой, начальник полиции Анзаур Гишев, председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев, руководитель комитета по взаимодействию с органами местного самоуправления Руслан Кедокоев и руководители структурных подразделений района. С отчетом о проделанной работе за 2017 год выступил глава поселения Герман Хаджиев. Приоритетным направлением в деятельности администрации сельского поселения является исполнение полномочий, которые определены федеральным законом об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации и уставом Игнатьевского муниципального сельского поселения. За 2017 год администрация провела работы по следующим направлениям. По линии благоустройства территории частично отремонтировано уличное освещение на всех улицах хутора. Оплачено за уличное освещение 67 тысяч рублей. Закуплено оборудование для освещения на 17 тысяч рублей. Ежемесячно чистится трасса Игнатьевская-Шикабль. Провели расчистку придорожной территории вдоль республиканской трассы Личепсин-Шикабль. Заменены мемориальные доски на памятники на сумму 35 тысяч рублей. За счет спонсорской помощи отремонтированы памятники Абериск. Затрачено 20 тысяч рублей. Проведена противополечивая обработка пастбищ на сумму 5 тысяч рублей. Проведено грейдирование дорог на сумму 28,5 тысяч рублей. Ликвидация стихийных свалок 45 тысяч рублей. Документация по отформлению в собственность поселения двух мостов и двух пешеходных переходов через реку Чехрах 100 тысяч рублей. Произведен частичный ремонт кровли в школе на сумму 120 тысяч рублей. Текущий ремонт школы на сумму 25 тысяч рублей и 10 тысяч рублей за счет спонсорской помощи родителей. Ремонт канализации в детском саду 25 тысяч рублей. Ремонт ограды в детском саду 38 тысяч рублей. Текущий ремонт детского сада за счет спонсорской помощи родителей. По линии ГВЧС на ликвидации последствий ЧС в мае 2017 года 125 тысяч рублей затрачено. Это вода, хлеб, флорная, известь, горячо-смазочный материал. Устанавливана система оповещения населения на сумму 81 тысяч рублей. Оказана материальная помощь на 29 тысяч рублей. Администрацией единицкого поселения разработана программа прогноз по благоустройству территорий 2013-2020 годов. В ней отрежены проблемные вопросы, которые необходимо решить для улучшения качества жизни населения. В конце выступления глава поселения выразил благодарность всем предпринимателям, оказывающим посильную помощь. С вашей помощью. Рассказал об особенностях крыши школы и поблагодарил главу района за помощь в ее работе директор школы Юрий Черкасов. Была проведена экспертиза крыши и было дано заключение, что шатровую крышу просто несущие конструкции школы не выдержат. Мы все люди грамотные понимаем, когда проект есть под мягкую кровь, это одно, когда шатровая, видимо, с конструкцией что-то другое. Заключение есть, вложены деньги 200 тысяч. Что по ремонту хочу сказать. Ну, в первую очередь, выразить благодарность родителям, всегда отвлекаются, посильно помогают. Все то, что родители сдают, приобретают председателем общешкольного комитета Лаптева, Светлана Васильевна, и все это идет на ремонт. Отдельная благодарность района за последние 5 лет в ремонт нашей школы вложена очень приличная сумма. Ну, такие наиболее эпохальные вложения – это ремонт электрического снабжения всего первого граждан, столовое водоснабжение. Традиционно в следующем на сходе прозвучал доклад участкового полиции. В секторе периода 2017 года в полиции зарегистрировано 20 обращений и заявлений граждан. По каждому заявлению проводилась проверка в рамках действующего законодательства, по окончанию которой принимали соответствующие решения. Подавляющее число обращений возникали вследствие ненадлежащих семейно-бытовых отношений, основной проблемой которого является злоупотребление спиртными напитками. На территории моего обслуживания в рамках южно-сельского поселения зарегистрировано 10 преступлений, из которых расследованы и переданы в суды с обвинительным заключением или обвинительным актом 8 уголовных дел. Нераскрытыми на территории остаются два преступления. Проводя анализ причин и условий, способствующих совершению преступлений, можно сделать выбор о том, что в данной проблеме немаловажным остается социальный фактор отсутствия постоянного источника дохода злоупотребления спиртными напитками. Зачастую именно вследствие совместного злоупотребления спиртными напитками совершается преступление. Все это приводит к многочисленным скандалам, дракам, о которых вы сами прекрасно знаете. Это же и говорит статистика. Из 10 зарегистрированных преступлений, 2 статьи по 264, часть 1, указывают. Это управление транспортом миссисами в состоянии опьянения. В заключении схода выступил глава района Азаур Хамирзов. Он ответил на возникшие в процессе собрания вопросы. Также он рассказал присутствующим о средствах, выделенных за прошедший период поселению. В частности, это средства на расчистку русла реки, благодаря которому минимизировать удалось последствия наводнения. Немало средств было вложено в ремонт дорог и газификацию. Заур Хамирзов призвал жителей принимать участие в федеральных программах. Одним из вопросов жителей был вопрос об отсутствии аптеки в поселении. Глава района внес предложение рассмотреть возможность продажи лекарств в местном ФАПе. Следующее собрание граждан будет проведено на Требовском сельском поселении.